Братья и сестры, мы сегодня молимся с вами о покаянии наших детей, ну вообще о наших детях, о том, чтобы Бог их хранил, благословил, чтобы они стали верующими. Друзья, и я прочитаю один текст Священного Писания, он не направлен к детям, но моя проповедь будет о детях. Это послание к евреям, 11 глава. Друзья, многие из нас знают, что эта глава посвящена вере. В начале, в первом стихе, дается определение слову веры. Написано, что вера есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. А в конце главы даются примеры веры в Ветхом Завете. Перечисляются различные люди, которые свою веру проявляли. Друзья, и вот среди этих людей есть один человек, который, в общем, наверное, с нашей точки зрения, ну мы бы постеснялись немножко вносить его в этот список. То есть, если бы мы составляли список на веки вечные, который будет распространен на все времена и на все годы, то, может быть, мы бы этого человека не включили. Друзья, бывают в жизни такие случаи, в советское время так было. Если человек был какой-то известный политический деятель, а потом он что-то сделал плохое, то его вычеркивали и даже вырезали из истории, и как будто его нет. Да так бывает не только в Советском Союзе, так бывает и вообще в любых, ну, таких вот идеологических организациях. Так иногда делают. Друзья, Библия, она иногда включает людей в список, в жизни которых были крайне негативные поступки. Вот здесь тоже эта женщина, ее в зале Рааф, она была блудницей. И тем не менее, она включена в список героев веры. Ну, я понимаю так, что она свой грех оставила, конечно же. Друзья, и тем не менее, не написано просто Рааф, а указано ее прошлое. Рааф блудница. Друзья, в книге, в послании евреям, 11 глава, написано так, 31 стих. «Верою Рааф блудница, с миром приняв саглядатаев и проводив их другим путем, не погибла с неверными». Друзья, почему я так много внимания вначале уделил ее прошлому? Потому что я хотел отметить эту мысль. Друзья, в Иерихоне не очень много людей спаслось. Много погибло. Написано, неверные люди погибли. А она спаслась. Хотя вот если бы, например, до этого события посмотреть на город, и вот всех жителей города собрать, и посмотреть, кто из них может спастись, а кто нет, наверное, Рааф была бы не в числе кандидатов, которых бы мы выбрали. Друзья, очень часто человек смотрит на внешние проявления и говорит, и подписывает приговор, и говорит, что вот настолько этот человек уже опустился, что ему точно никакого спасения быть не может. Друзья, а мы видим, что одна из самых грешных женщин этого города, она спаслась, не погибла с неверными, более того, она была, как бы сказать, послужила спасению многих других людей, и еще и была вписана в книгу Нового Завета, как человек, у которого большая-большая вера. Я уже, может быть, этот пример рассказывал, как-то я приехал в одну церковь и сидел, вот, ждал свою проповедь, вместо своей очереди проповеди, и брат-пресвитер этой церкви говорит во время общего пения, «Ты видишь, кто аккомпанирует нам на пианино?» Я говорю, вижу. «Ты знаешь эту сестру?» Я говорю, нет. «Хочешь, что я тебе расскажу ее историю?» И он рассказывает, что лет, наверное, 10 назад, или даже больше лет назад, может быть, 15 назад, в одной из республик Средней Азии брат-служитель приехал туда, и к нему подошла сестра из церкви, и говорит, «Моя родная сестра, она бомж. Бомжует, просто страшно. Пьет и бомжует». И этот брат-служитель поехал ее искать. Он нашел ее, действительно, в каком-то люке, там или еще где-то она там находилась. И вот он с ней побеседовал и уехал. И за нее несколько лет молился. Потом через некоторое время приехал опять в эту местность и опять ее нашел. Она все еще жива была. Но, правда, состояние было уже очень тяжелое. Ну и после второй беседы она пришла в церковь и покаялась. И вот она сидит, она сейчас, и играет на фортепиано. Вот сейчас она. Я ее сижу и смотрю на нее. И он говорит, похоже, что она была раньше бомж и на грани смерти, и жизни, и еще и силы пела. Я говорю, ну, я вообще слабо разбираюсь, но мне кажется, не похоже. Он говорит, есть определенные последствия той жизни. Но, в общем, она полностью, конечно, изменилась. И уже много лет она член церкви и играет на фортепиано, подыгрывает общим пением. То есть такое бывает и очень часто. Бог силен спасать даже таких людей. Друзья, конечно, наши дети, они, по милости Божией, в основном своем, не упускаются на дно жизни. И, тем не менее, за них тоже серьезное переживание, чтобы они не погибли с неверными. То есть Рааф, она жила среди неверных. Это был город Ерихон, языческий город. Она была среди неверных. И этому городу был подписан Богом приговор. Друзья, вот этому миру тоже подписан Богом приговор. Неверный мир погибнет. Друзья, но Рааф не погибла с неверными. И для наших детей, и для нашей молодежи, и для наших неспасенных родственников, и о них тоже мы сегодня говорим, да, и о них тоже молимся, и о них тоже я буду проповедовать, как бы все это в одном, для них тоже есть шанс не погибнуть с неверными. И вот у меня возник вопрос. А каким образом у Рааф зародилась вера? То есть ее образ жизни вообще не способствует вере. Он не способствует тому, чтобы она стала верующая. Она не благочестивая. Это не Авраам, который, может быть, помните, я рассказал историю, как он против идолов, ну, по преданию восставал, да? Это, может быть, не Авимилех, который благочестивый царь был. Это блудница, которая жила греховной жизнью. Вообще, каким образом у ней созрел плод веры? И вот моя проповедь будет состоять из трех таких вот пунктов. И первый пункт, о котором я хотел поговорить, называется «Зарождение веры Рааф». Посмотрев на зарождение веры у этого человека, у падшего человека, у отступившего человека, у человека, которого, возможно, и люди презирали, посмотрев на зарождение веры у этого человека, возможно, мы увидим, каким образом мы можем зародить веру у наших детей или у окружающих нас людей. Как мы можем зародить веру? Друзья, давайте мы посмотрим. Об этом это повествует книга Иисуса Навина. Друзья, во второй главе Раах сама рассказывает о том, как у ней зародилась вера. Буду читать с восьмого стиха. Итак, вторая глава с восьмого стиха книга Иисуса Навина. «Прежде нежели они легли, это саглодатая, о которых мы позже потом скажем, спать она взошла к ним на кровлю и сказала им, «Я знаю, что Господь отдал землю сию вам». Друзья, вот оно утверждение ее веры. «Я знаю, что Господь отдал землю вам». Друзья, возникает вопрос, откуда она это знает? Почему она знает? Она же не родилась в верующей семье. Друзья, откуда у нее вот эта уверенность? Не написано, что «я боюсь, что Господь отдал», «я предполагаю». Тут написано утверждение, такое четкое, конкретное слово «я знаю». Друзья, вот бывает так, что дети наши, или, например, даже родственники наши, уже взрослые, или дети подрастая, не идут в церковь. Но у них все равно есть какое-то твердое знание. «Я знаю, что вот так вот будет. Я знаю, что Господь есть. Я знаю, что молиться надо». Сегодня я беседовал с одним братом, встречался там с Тарминской, с одним братом, и вот у него сын сейчас живет далеко от него, и как бы в церковь не ходит. Я спрашиваю, как твой сын? Он говорит, «Ты знаешь, в церковь не ходит?» Но недавно звоню и говорю, «Ну ты Бога не забыл?» Он говорит, «Папа, в церковь время ходить нету, но я знаю, что Бог есть, и я ему молюсь». Друзья, вот он уже взрослый и уже как бы неверующий, но он знает, что Бог есть. Друзья, это знание, если оно утвердится, оно приведет его к Богу когда-нибудь. И здесь она говорит, «Я точно знаю, я знаю, что Господь отдал землю ее вам, ибо вы навели на нас ужас». Друзья, многие люди слышали об этом ужасе, но только у ней, может быть, созрела эта вера. Друзья, и дальше она объясняет, каким образом у нее эта вера возгрелась. Друзья, здесь два момента. Первый момент. Она говорит, 10 стих, «Ибо мы слышали, как Господь исушил перед вами воду». Друзья, откуда она знает? «Ибо мы слышали». Вера, она происходит отслышанья. Вы знаете, друзья, я убежден в том, что надо людям рассказывать о действованиях Божьих. Вот давайте мы задумаемся о том, в чем заключается наше свидетельство. Представьте себе, что вас, все ваши родственники решили сделать вам такой подарок на ваш день рождения или еще какой-нибудь праздник. Вот они все говорят, вот мы соберемся, все неверующие родственники, все неверующие дети, мы соберемся, и будем слушать тебя, сколько ты не будешь говорить, хочешь час говори, хочешь два, мы будем внимательно слушаться, слушать, на телефон отвлекаться не будем, разговаривать не будем, рассказывай и спорить с тобой не будем, все будем тебя внимательно, внимательно слушать. Друзья, давайте мы зададим вопрос, если бы у нас такая возможность была, о чем бы мы им рассказали, этим людям, нашим родственникам? Иногда мы жалуемся, что нас не хотят слушать, но давайте мы представим, что нас хотят слушать, что мы расскажем. Друзья, эта проблема бывает у всех нас. Например, с кем-то мы общаемся довольно часто, у нас есть муж неверующий, сын, допустим, не ходящий в церковь, сосед или соработник, или мы встречаемся с кем-то на учебе или на работе, мы очень часто встречаемся, каждый день. О чем можно каждый день рассказывать этому человеку? Как вы считаете? Ну, например, сказать, что человек грешник, и ему надо покаяться. Можно ли об этом говорить каждый день? Ну, конечно, нет. В конце концов, это же надоест. Ну, раз сказал, два сказал. Хорошо, можно ли приглашать каждый день на собрание? Приходить на собрание, приходить на собрание. Ну, тоже нет. Ну, пригласил один или два раза, ну, не будешь каждый день же приглашать. Друзья, можно ли каждый день говорить, читай Библию, тебе надо читать Библию? Тоже нет. Потому что, в общем-то, человеку ты сказал один раз, или два раза. Но если ты видишь его каждый день, о чем говорить? Друзья, и у нас очень часто проблема, мы не знаем, о чем говорить, ну, допустим, нашим неверующим родственникам или нашим детям. И мы вроде имеем, испытываем определенную, такое как бы сомнение или стеснение, потому что нам надо что-то сказать, но мы не знаем, что говорить. Или еще ситуация, мы встретились с человеком, мы ему засвидетельствовали, под этим мы понимаем, что надо ему пригласить на собрание и побудить читать Библию и сказать, что он гречен, ему надо покаяться. Это хорошая, правильная истина. А через неделю мы опять с ним встречаемся. Что ему опять говорить через неделю? Ну, думая, что он забыл то же самое, друзья, мы уже понимаем, что это как бы не очень хорошо. Друзья, я думаю, что есть очень хороший способ, это просто рассказывать о действованиях Божьих. Когда я стал ходить, заниматься английским языком, я уже рассказывал о своем покаянии вне нашей школы. Сестра, которая вот недавно в этом году нас посещала, Лидия Анатольевна, она как раз только уверовала, и вот она нам рассказывала, друзья, она нам свидетельствовала. В чем заключалось ее свидетельство? Она просто рассказывала о том, что в ее жизни делает Бог. Вы знаете, вот до сих пор помню случай, когда она рассказывает. Вы знаете, дети, ну, нам было по 16 лет. Она говорит, вы знаете, дети, вот выхожу сегодня я, чтобы идти на это занятие, и не могу выйти, потому что ключи потеряла. Нет ключа, и все. Вот обыскала весь дом, потратила почти, ну, она опоздала должна это заняться. Я очень хорошо помню этот момент. Она говорит, обыскала весь дом, не могла найти ключи. Где ключи, не знаю. И вы знаете, что я решила сделать? Она говорит, я решила помолиться. Я встал на колени и говорю, Господи, покажи, ну, напомни мне, где ключи. Я встала с колен, и я вспомнила, что я их положил туда-туда. И я послал, и вот мне Бог помог найти ключи. Друзья, прошло 17 лет с сих пор, и я помню этот случай. И я помню, в моей жизни были случаи, когда я уже еще был не очень-то и верующим, но я помню, что вот Бог помог ей найти ключи, я тоже молился, что Бог мне помог все это найти. Друзья, это свидетельство или это не свидетельство? Как вы считаете? Это свидетельство. Но вроде мы не говорим о покаянии, мы не говорим ни о чем, мы просто говорим о том, что вот Бог в моей жизни совершил. Вот Он так мне помог. Друзья, рассказывая другим людям о действованиях Божьих, это великая милость Божия и великая сила Божия. Давайте мы вспомним, друзья, еще одного человека, это его звали Иофор. Он покаялся, друзья, он, ну, откуда мы знаем, что он покаялся? Написано, он Богу славу воздал и сказал, нет другого Бога, кроме единого. Помните? После каких слов он это сделал? Когда Моисей рассказал ему все, что сотворил с ними Бог. Вот он рассказал все, что сотворил с ними Бог. И тогда Иофор говорит, нет другого Бога, кроме единого. Друзья, вера, вера Рах зародилась от того, что она услышала о действованиях Божьих. И я убежден в том, и, друзья, это практика показывает это, и Библия нам об этом говорит, что чем больше мы нашим детям будем рассказывать о действованиях Божьих, чем больше мы нашим родственникам будем рассказывать о действованиях Божьих, не для того, чтобы их упрекнуть, не для того, чтобы их заставить там покаяться или еще что-нибудь, а просто как свидетельство нашей с вами жизни, друзья, тем больше это слово будет иметь действие, и оно будет производить свою незаметную работу, и это слово, друзья, оно в конечном итоге, оно будет менять человека. Недавно буквально услышал одну историю, как один брат рассказал совершенно неверующему человеку о том, что сотворил с ним Бог. И этот человек говорит, да, это все совпадение. А потом, говорит, через некоторое время он пришел к этому брату и говорит, ты знаешь, с тех пор, как ты мне рассказал, я постоянно об этом думаю, не дает мне покоя. Думаю, неужели действительно это Бог совершил? Друзья, он сказал, это совпадение. И, возможно, этот брат огорчился от того, что он услышал такие слова и подумал, да, толк ему рассказывать, метать бисер перед свиньями, да, рассказать, все равно он не верит, он совпадением говорит это. Друзья, а этот человек ушел, а внутри его производила работа, и он долго думал, а может быть это правда, это Бог совершил, может быть действительно это Бог сделал. Друзья, и когда мы рассказываем другим о действованиях Божьих, это производит действие. Друзья, второе, о чем я хотел сказать, но, точнее, не второе, а под пункт первого. То есть, она, ее вера зародилась от того, что она услышала о действованиях Божьих. Второе, друзья, вот в этом же пункте, она услышала еще вот о чем, как поступили вы с двумя царями амарийскими. Друзья, рассказ нашим детям или родственникам, но еще кому-то, рассказ нашим близким может состоять из двух частей. Первая часть, это рассказ о действовании Божьих, то есть о чудесах Божьих, о Божьем величии, о Божьем могуществе, о Божьей помощи в нашей жизни, о Божьем утешении. Друзья, вторая часть рассказа, она должна состоять из Божьей работы с людьми. Я немножко говорю это осторожно, потому что здесь можно перегнуть палку и не в ту сторону пойти. Но расскажу вам один пример. Значит, один брат, служитель церкви, рассказал такой пример. Я почему рассказываю его сейчас вам? Потому что он рассказал это на очень большом общении и слышал сотни людей. Это не секрет. Хотя случай такой секретный. Вот, он говорит, однажды утром в воскресенье должна была быть вечеря Господня. Я должен преподавать вечерю. И мы утром сильно поссорились с женой своей. И говорит, я поехал на собрание, и мы с ней не помирились. И вот я сижу на собрании и думаю, как мне быть с вечерей? И думаю, я вечерю преподавать не буду. Поговорил с одним братом, у них еще служитель в церкви есть, и я ему говорю. Ты можешь преподать вечерю вместо меня? Он говорит, могу. И я успокоился, что я вечерю преподавать не буду, как бы на мне греха нет. И он преподавал вечерю, а теперь я думаю, а мне участвовать в вечерю или нет? Преподавать я не стал, а участвовать. И вот я думал, думал, и у меня, говорит, мысль такая. Вот сейчас не поучаствую, и народ видишь заметит, что я не участвую. Вот иногда, друзья, в нашей церкви я замечал, вот человек, который не участвует в вечерю, он удастся так, спешит выйти. И одного человека спрашиваю, а почему ты вышел в собрание? Ну я же не участвую, ну и что? Ну чтобы не видели, что я не участвую. Друзья, вот человек, не участвующий в собрании, он как бы немножко стесняется, да? Ну не все, конечно, но бывает такое стеснение, что а как же меня заметят, что я не участвую? А тут присвитер церкви, и вдруг не участвует в свечере. И он говорит, вот я стою, пою гимн, и сейчас надо или сесть, или остаться стоять. И у меня смущение очень сильное. И я стоял, стоял, и потом подумал, ну наверное, она меня все-таки простила, а потом мы померимся, и я поучаствовал. Взял хлеб, вино, и говорит, вот когда только вкусил хлеб и вино, в это же вот собрание я почувствовал недомогание. Приехал домой и слег. Бог, температура 39 и выше, несколько дней не спадает. Я понял, что Бог меня наказал. И вот этот брат рассказал потом это вслух всего собрания. Это прошло уже какое-то время об этом, не очень много, но я это помню случай. Как вы думаете, вот вы сейчас этот случай услышали. Как вы думаете, этот случай побуждает вас более трепетно относиться к участию в вечере, Господне или нет? Побуждает. Друзья, когда мы нашим детям рассказываем не только о чудесах Божьих, но и о Божьем суде над нами, друзья, это тоже имеет эффект. Люди будут бояться. Ну, например, один человек сказал так, это было при мне. Беседует, беседует, и он говорит, ну я как Бог, ну неверующий человек. Я говорю, а ты не боишься быть изъязвленным червями? Он говорит, что значит? Я ему сказал случай. Был один человек, рассказал, и он мне говорит, как отречься от этих слов? Страшно стало. Друзья, а вот до этого он много раз говорил, я как Бог. Он не видел в этом ничего плохого. А услышал о суде Божьем над такими людьми. Страшно стало. Друзья, он говорит, я услышала, что сотворили вы с этими царями, ну что Бог через вас сотворил, я это услышал. И у меня страшно стало. Я поняла, что то же самое нас ждет. Поэтому я этого не хочу. Друзья, почему я сказал вначале, что это скользкая такая и опасная тема. Потому что если здесь, в этой теме можно немножко потерять границы. Ну, во-первых, можно людей запугивать. Вот ты если так вот будешь поступать, вот смотри, что тебя ждет. Друзья, неправильно это. Второе, друзья, можно очень много осуждать. Вот я знаю брата, вот я знаю сестру, вот я знаю человека. Друзья, и мы сами можем выносить суд. Не всегда мы знаем, не всегда мы лично знаем, что Бог наказал этого человека. Например, человек сильно-сильно заболел. Можем ли мы сказать, что Бог его наказал или нет? Не можем. Вот, например, представьте себе, что я нахожусь в этой церкви, где этот служитель находится. И вот он принимает вечерю и сильно заболел. Могу ли я, находясь там, сказать, вот Бог с ним работу ведет. Поэтому прикидывай домой и сказать, вы знаете, дети, вот сегодня наш пресвитер заболел. Знаете почему? Потому что он вкусил вечерю, и у него был грех. Наверное, и поэтому Бог вам наказал. Друзья, это правильно или нет? Ни в коем случае. Чаще всего нам неизвестно, почему человека постигает то или иное проблему. Чаще всего мы не знаем. Поэтому вот этот метод лучше всего рассказывать о себе. То есть со мной произошел случай. У меня был такой случай. Вот лично я так поступил, и у меня вот Бог со мной вот так вот поступил. И поэтому я вам рассказываю. Друзья, если мы рассказываем про других, возможно, это допустимо, но крайне редко, друзья, потому что это может быть очень близко к осуждению. Но о себе отрицательный случай рассказывать – это хорошо. Это очень впечатляет. Друзья, итак, вера Рааф зародилась на основании того, что она слышала. Она слышала о действованиях Божьих, и она слышала о суде Божьем. И чтобы вера наших детей росла, и чтобы у наших неверующих вера зарождалась, они должны слышать о Боге. Друзья, Рааф рассказывает еще одной причине, почему зародилась ее вера. Она говорит, когда мы услышали, ослабело сердце наше. Друзья, как это ни странно, но и наша практика с вами опыт, и вообще многие люди свидетельствуют, что весть о Боге, она вызывает у людей двойное восприятие. Первые люди смиряются под крепкую руку Божию, вторые, друзья, люди начинают с Богом воевать. Друзья, был такой человек, но не звали, точнее, он был фараоном, помните, да, фараон? Вот он видел крепкую руку Божию в своей жизни. Первая казнь – это вода превратилась в кровь. Друзья, какая мысль возникла у фараона, когда он увидел, что все источники вод, вода в Ниле превратилась в кровь? Какая у него мысль возникла? У него возникла мысль, каким образом я могу выйти из этой ситуации? И он начал искать воду живую, чистую, и он ее нашел. Оказывается, Бог по своей милости не всю воду превратил в кровь. И фараон, увидев эту трудную ситуацию, он решил, знаете как, решил мобилизоваться, собрать все силы и найти выход из положения. И он нашел выход из положения, он нашел источник воды, которая была чистой. И он подумал так, можно жить, пусть все плохо, но мы будем в этом-вотом. Друзья, когда вторая казнь была, жабы вышли из реки. И когда он уже не мог терпеть их, то он тоже говорит, завтра пусть, да, не сразу. То есть, друзья, этот человек, он пытался с Богом сопротивляться, он пытался в этих казнях найти возможность жить. Как-нибудь можно выжить, когда Бог над тобой давлеет. Друзья, никогда вера не зародится в гордом человеке. Мы должны в наших детях воспитывать смирение пред Богом. То есть, вот так ведет Бог. Надо смириться. Надо покаяться. Не надо воевать с Богом. Не надо против Него восставать. Не надо собираться силами и придумать что-нибудь, чтобы выйти из этого положения, надо смириться и покаяться пред Богом. Друзья, я очень часто привожу этот пример, но он очень показательный. Когда братья Иосифа выходили из Египта второй раз, то их догнал слуга Иосифа и сказал, что у вас чаша, которую вы украли у моего господина. Они были уверены в том, что это неправда. И настолько они были уверены, что Иуда говорит, вот у кого найдешь чашу, того смерти придай. А мы будем рабами. И вдруг они обнаруживают чашу у Вениамина. Друзья, к тому времени Бог в Иуде достиг такого смирения, что Иуда увидел в этом поступке Божье действование и что сделал? Смирился пред Богом. Он сказал, нам нечем оправдываться. Бог открывает неправду рабов. Друзья, если бы этот случай произошел 10 лет назад, Иуда бы начал доказывать, сопротивляться. Он начал говорить, что это неправда и так далее, и так далее, и так далее. Но здесь он, увидев руку Божию, он смирился пред Богом. Друзья, это очень трудное качество. Когда мы видим, что Бог начинает действовать, нам нужно смиряться, Господи, Ты начал действовать, я смиряюсь. Не сопротивляюсь, а смиряюсь. Даже в данном случае было несправедливо по-человечески. Но он увидел Бога. Друзья, если мы научимся в детях, если мы научим наших детей смиряться пред Богом, чтобы с Богом невозможно воевать, что Богу невозможно сопротивляться. Друзья, она говорит, ослабела сердце наше. Друзья, другие жители Ерихона, они еще подумали, как стены укрепить. Они подумали, как запоры крепкие представить. Они подумали, как еще, может быть, отражать это войско, которое идет. Они, может быть, стрелы готовили. Может быть, смолу кипятили. Еще что-нибудь, друзья. Они много делали. А она поняла, все бесполезно. Раз Бог, все бесполезно. Друзья, я еще раз скажу, что как будто бы это очень естественная такая мысль. Но на самом деле большинство людей, друзья, они сопротивляются с Богом. Они знают, что Бог в их жизни действует, и они все равно идут против. Друзья, это даже среди нас так бывает. Когда мы понимаем, что это Бог, нужно, чтобы наше сердце ослабело. То есть все. Мы ничего не можем. Мы можем только сдаться Богу, раз Он так ведет нашу жизнь. Друзья, итак, зарождение веры происходит у человека, который слышит о Боге, о Его действованиях, и который смиряется пред Богом. Вот эти два таких условия для зарождения веры. Друзья, в моем конспекте, в конце этого пункта я написал такое слово «цель». Цель, зачем я об этом говорил. И двоеточие поставил. И мне написано так. «Побудить всех нас больше говорить с детьми нашими о Божьих чудесах и действованиях, и убедить их смиряться пред Богом». Вот это как бы цель вот этого пункта моего, о чем я хотел сказать. Друзья, второе. Когда у Раах зародилась вера, то Бог посылает ей Саглядатаев. Вот интересно. Огромный город, ну тысячи людей. Как они нашли именно вот эту женщину? Как такое совпадение получилось? Я уже вам рассказывал пример, когда в моей жизни был случай, я еще только-только уверовал, и мне было большой проблемой к благовестию. Я не буду подробный случай рассказывать, я его рассказывал, и может быть, что я расскажу. Но сам факт, что мы приехали в деревню, у меня была огромная борьба в сердце моем на счет благовестия, я не хотел ходить по улицам и благовестовать. И все-таки в этой борьбе какая-то победа была, и я иду, и вот первая женщина, самая первая женщина, которой я хотел засвидетельствовать, я шел к ней со страхом, и я ей говорю, что я хочу вам засвидетельствовать, и это была та женщина, которая несколько лет назад из одной регистрированной общины переехала в эту деревню, потеряла все контакты с верующими и несколько лет молилась о том, чтобы их деревню посетили верующие братья. То есть я ей говорю, ожидая, что она мне сейчас будет упрекать, что сектанты ходят, а она вдруг заплакала и говорит, как я долго ждала, когда придут братья. Друзья, вот у меня вопрос, каким образом я и она встретились, это сделал Бог. Для укрепления моей веры, возможно, для укрепления ее веры. Друзья, вот среди огромного населения, огромный город Иерихон, тысячи тысячи людей, у одной женщины зародилась вера. Друзья, к кому Бог направляет людей, которые из его народа? К тому, у кого зародилась вера. Друзья, когда у нас зарождается вера, я сейчас говорю, друзья, о разных аспектах нашей веры, не только о вере в Бога, но и о вере вообще в ее практическом применении. Бог будет обязательно посылать нуждающихся в этой вере. Смотрите еще раз. В Иерихон идут сагадатари. Они нуждаются в том, кто их примет. Нуждаются в этом или нет? Среди этого огромной массы людей у одной женщины зародилась вера. То есть, именно она, именно она имеет веру, которая нужна сейчас вот этим сагадатаям. И этих сагадатаев Бог посылает ей. Друзья, ей не так просто. Мы потом увидим, что и царь там послал к ней и так далее. Казалось бы, в общем, ну, сразу какие-то испытания пришли, но тем не менее, друзья, как только появилась вера, сразу появляются и нуждающиеся в этой вере. Это очень важная истина. Вторая моя рубрика или как бы раздел в моем конспекте называется «Испытание веры». Друзья, вот допустим, мы читаем с вами Священное Писание, и вдруг мы в Священном Писании находим текст, что нам необходимо быть людьми милосердными. И много раз мы этот текст читали, и вдруг этот текст нам открылся по-новому, и мы поняли, что это вот заповедь Божия. И мы как бы, у нас зародилась вера. Вера еще не очень большая. Она только зародилась в том, что надо быть человеком милосердным. Друзья, знаете, что произойдет сразу после этого? Появятся люди, нуждающиеся в милосердии. И Бог их приведет прямо к нам. Потому что у нас зародилась вера, а вот они нуждающиеся в милосердии. Друзья, в любых других вопросах, вдруг мы поняли, что необходимо вот таким быть или таким. Нужно вот это делать и вот это. Друзья, Бог сразу, огромного вот этого мира, находит людей нуждающихся. В этом и приводит их к нам. Друзья, второй момент – это испытание нашей веры. Испытание веры. Вторая глава, первые семь стихов. Ну, я уже об этом рассказал, просто чуть прочитаем. И послал Иисус сын Навин и Сетима двух согретаев тайно и сказал, пойдите, осмотрите землю Иерихон. Два юноши пошли и пришли в дом блудницы, который имя Рааф, и остались ночевать там. И сказано было царю Иерихонскому. Вот какие-то люди из сынов Израилевых пришли сюда в эту ночь, чтобы высмотреть землю. Царь Иерихонский послал сказать Рааф, выдай людей. Друзья, посмотрите, у нее зародилась вера, и какое серьезное испытание. Не просто испытание, царь пришел, выдай, а слушаться царя – это смертная казнь. Друзья, это идти против своего народа, это рисковать своей жизнью и так далее, и так далее. За что вот эти все испытания этой женщине бедной? За то, что у нее родилась вера. И эта вера теперь испытывается. Друзья, это происходит и в нашей жизни. Я об этом уже сказал. Иногда испытание веры довольно трудное. Друзья, но при чем тут дети? Я расскажу вам один пример. Боюсь, что я его повторюсь, потому что, наверное, вы слышали его с других уст уже. Тем не менее, показательные. У одной сестры, верующей, хорошей христианки, так скажем, сын оказался в тюрьме за родство. Она его посещала и как-то рассказала, сынок, ну как так получилось? Вот мы за тебя молились, ты ходил на собрания, ты знаешь Слово Божие, а теперь ты в тюрьме. Как так получилось? Что произошло? Почему ты такой вот? Она говорит, мама, помнишь, в семь лет или в девять мы с тобой шли по улице, и впереди нашел мужчина с пакетом яблок. И одно яблоко, и у него упало. И я подбежал от этого яблока и хотел догнать его, отдать. А ты говоришь, он же ничего не заметил, давай съедим. И я понял, что если не заметят, то можно есть. Друзья, эта женщина ушла, эта сестра, и она вдруг поняла, что именно она в этом человеке зародила грех. А при чем это испытание веры? Вот смотрите, я уверен, что эта мама своему мальчику в детстве рассказывала, брать чужое нехорошо, Бог запрещает, и так далее, и так далее, и так далее. Друзья, а вот теперь пришло испытание этой веры. Возможно, этой маме очень сильно хотелось яблоко. Очень сильно. Вот недавно был такой случай со мной. Стою я в Тимошевской на парковке, там есть парковка большая, где он около дома молитвы. И вдруг приходит один брат и говорит, вы не знаете, ты не знаешь, где машина Сан Саныча, Чмыха? Я говорю, знаю, пойдем покажу. Он подходит, открывает. А вы знаете, мне так пить хочется, прямо умираю хочу пить, стою, вот не знаю. Открывает дверь, и открывается машина, и там у него стоит бутылка Боржоми, моя любимая минеральная вода. Боржоми. И я пить хочу, вы понимаете? И пить хочу, и бутылка Моржоми. А Чмыха нет рядом. Друзья, вот искушение серьезнейшее, понимаете? Вот эта женщина, возможно, тоже шла, и вот может быть, ей так сильно яблоко хотелось, и вдруг это яблоко упало. Друзья, всегда приходят испытания. Ты учишь своего ребенка? Говоришь ему, что нельзя? Вот теперь покажи это на практике. Его научи. Скажи, мальчик дорогой, хоть это и никто не заметил, хоть это и не твое, вере, можешь взять и так далее, но это чужое, нельзя брать. Друзья, в нашей жизни постоянно происходит испытание веры. Мы садимся вечером читать Библию, мы говорим детям, нужно быть там мирными, нужно быть там такими, 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 такими. А потом приходят обязательные испытания. Когда нас кто-то обижает, когда кто-то обманывает, когда кто-то нас притесняет и так далее. И тогда дети видят, как мы поступаем. Ну ладно, они видят, это другой пример. Я не хочу здесь сказать, что раз они в нас видят, значит они такие будут. Нет, мы их должны научить. Сынок, ты должен прощать обидчиков. И вдруг он приходит за школу и говорит, мама, меня обидели, что мне делать? Друзья, вот надо научить его поступить по слову. Потому что он еще маленький, он еще не может это сделать. У него еще плоть противится, у него обида такая, а наша родительская ревность тоже за него стоит. Надо как-то придумать, чтобы, друзья, ему показать. Вот мы же в это читали, а вот тебе пришлое испытание. Ты должен показать, что ты действительно верующий. Не кому-то показать, не перед кем-то показаться, а самому себе. Вот твоя вера есть, ты должен так поступить. Друзья, если бы эта женщина врав, к ней бы вообще саглотай, и она говорит, я знаю, что Бог предал, я знаю, что Бог за вас, но я все равно вас выдам. Друзья, спасла бы эта вера ее или нет? Конечно, нет. Друзья, но в нашей жизни постоянно так происходит. Мы что-то верим, во что-то уверены, друзья, но мы сами так не делаем, потому что испытание веры, мы считаем, в данном случае надо по-другому поступить. Конечно, друзья, например, легко было бы поступить, вот давайте другую картину рисуем. Пришли бы эти юноши, сказали, вот нам вот, и вот никаких царь не пришел, никаких гонений нет, угрозы нет, она чая накрыла, они весело посидели, вечер провели, попели, пообщались, и в таком легком сердце она их отпустила. Легко ей веру свою доказать или нет? Легко. А здесь гонения, здесь царь, войска, соглядатые, ну уже вот эти, полиция там, эта внутренняя угроза смерти намного труднее. Друзья, в нашей жизни то же самое. Легко говорить, что надо прощать, очень легко говорить, что надо прощать. Когда человек хороший, такой добрый, ну оступился немножко, попросил прощения, легко прощать. А когда вредный, злой, когда не просит прощения, легко прощать или нет? Вообще невозможно, друзья, да? Но испытание веры пришло. Друзья, и мы должны научить наших детей к тому факту, что у них тоже в жизни будет испытание их веры. Испытание их веры в любых вопросах. В вопросе жертвенности, в вопросе послушания Богу, в вопросе отношений с людьми, в вопросе внутреннего своего чистоты и святости. Во всех вопросах. И обязательно будут противники этого. Какие-то цари, которые будут говорить, иначе поступи. Друзья, но если наши дети смогут с детства научиться, вернее, не то, что научиться, а смогут с детства усвоить этот закон, что всегда есть испытание. Я помню, когда я сдавал на права в городе Тольятти, то один человек мне подошел и говорит, Денис, когда будешь ездить с сотрудником, имей в виду, что он некоторые вещи тебе будет говорить, это ловушка. Друзья, до этого момента я сотруднику доверял, он говорит, например, припаркуй. Ну и припарковал. Почему? Он же сказал. Ну этот сотрудник же со мной едет, да? Он же, он говорит, не сдал. Я говорю, почему не сдал? Ты припарковался здесь. Только вы же сказали. А почему ты меня слушаешь? Я просто пассажир. Знак. А у меня говорит этот человек, знай, что многие вот эти сотрудники, это ловушка, и я уже еду, он говорит, припаркуй. Зная, что это испытание, легче перенести. Понимаете, да? Вот когда мы нашим детям, нашим молодежи внушим, что вот будет испытание, обязательно будет испытание, вот твои веры, зная, что это испытание, легче перенести. Потому что ты знаешь, что это испытание. Итак, друзья, у Рааф было серьезнейшее испытание. Как только зародилась у нее вера, сразу к ней пришли люди, Бог их посылает. И для нее это было очень-очень рискованно, очень трудно, и тем не менее она доказывает свою веру, пройдя это испытание, и поступив правильно, согласно своей вере. И цель вот этого моего части проповеди, ну, я уже сказал, побудить нас, помогать детям, проходить испытания. Мы должны помочь. Друзья, последний раздел моей проповеди, когда с Агилтой ушли, сколько времени прошло до исполнения, до того, как вера или как бы вот эти ожидания, которые Рааф ждала, они свершились. Сколько времени прошло? А? Семь дней. Ну, минимум семь дней, то есть семь дней они ходили только, но на самом деле больше, я думаю, что, то есть пока они ходили, там дней десять, двенадцать, четырнадцать, возможно, прошло, да? То есть не сразу, далеко не сразу она пожала плоды своей веры. Они ушли и пропали, все, их нет. Как там дальше будет? Может быть, стены Иерихона устоят? Может быть, стены Иерихона, может быть, то, что случилось с царями Аморийскими, не случится с Иерихоном? Друзья, знаете как? Вот один брат долго молился, ну, как-то пришлось ему помочь, не то, что помочь, а просто он просил молиться вместе с ним о своей будущей невесте, ну, супруге. И вот он там одну сестру себе наметил, и вот мы молились вместе с ним, ну, и в конечном итоге он укрепился и точно понял, что это воля Божия. Она ему, во-первых, нравится, во-вторых, она соответствует всем, там, вот, и христианкам, ну, и все, в общем, всех. И вроде как он тоже ей расположен. И вот так он укрепился. И когда он ей сделал предложение, она с радостью согласилась, и было видно, что это друг к другу подходящая пара. И вы знаете, у меня вот на сердце было ему сказать, я говорю, ты знаешь, пройдет несколько дней, и у тебя появятся сомнения. А правильно я сделал. А, на лето. Он говорит, да не может быть. Я ее так люблю, говорит, что не может быть. И проходит несколько дней, и он говорит, ты знаешь, я утром просыпаюсь и думаю, а надо мне вообще замуж жениться, или не надо на ней жениться? Может, это вообще не она? Может, она какая-нибудь там, кто ее знает, какая она такая? Я вообще ее плохо знаю. И вот я говорю, ну и что? Он говорит, не знаю, что делать. Я говорю, ты знаешь, вот у всех так бывает. Вот, друзья, мы переезжали в город Ейск. Я сто процентов уверен, что это была воля Божия. И мы едем, я думаю, а что я с тобой еду? Зачем я еду? Друзья, вы знаете, человек так устроен, вот его греховная природа такова, что его постигают сомнения. Даже когда он знает волю Божию. Друзья, вот Рааф, она знала, сто процентов знала, что Бог предал. Друзья, тут не написано о ее сомнениях. Это я домысливаю. Но зная природу человеческую, я могу допустить мысль, что она сомневалась. Она запереживала. А может быть, она кому-то поделилась, а кто-то говорит, слушай, ну день прошел, два, три прошел, четыре, ничего не меняется. Сколько, ну, может быть, ты ошиблась. Как теперь дашь это жить? Друзья, последний пункт моей проповеди называется ожидание или терпение. Ожидание веры. То есть вера, ожидающая, терпящая вера, терпеливая вера. Друзья, она просто ждет. Должны ли мы научить наших детей терпеть и ждать? Или мы должны приучить их к моментальному? Например, допустим, написано в Библии, что если угодно человеку пути, если Богу угодно пути человеку, то он и врагов примиряет. Так, да? Мы можем внушить эту истинную ребенку, он поверит, а потом придет на сегодня и скажет, почему? Почему никто не примиряется со мной? Я же... Почему? Друзья, как одна девочка говорит, я ходила смотреть, мама, в огород, цветочек не растет. Я долго смотрел, он не растет. Она смотрела минут 5 или 7, и он не изменился, понимаете, друзья? Ей кажется, что она не растет, но цветочек растет просто очень медленно и незаметно глазу. Вот то же самое. Человек должен уметь терпеть и ждать. Авраам много десятилетий ждал обещанного сына. До этого момента он какими-то своими силами пытался исполнить Божие обетование, но потом Бог его все-таки научил терпеть и ждать. Жди, и это будет. Это случится обязательно. Друзья, вот Рааф, она должна была ждать. Ее вера, она выразилась в том, что она ждала исполнения. И, возможно, в этот момент у нее были сомнения, переживания, какие-то трудности. Тем не менее, все равно она твердо ждала того момента, когда исполнится Божие обетование. Она не знала, это будет неделя или две или месяц, она этого не знала. Но она знала, что это будет. Друзья, во второй главе, во второй главе, в восемнадцатом стихом написано, как она ждала, или точнее, как она должна была ждать, а потом описывается, что она так действительно и делала. Итак, вторая глава с восемнадцатого стиха. Это ей такое поручение дают вот эти юноши. «Вот когда мы придем в эту землю, ты привяжи червленную веревку к окну, через которое нас спустило. А отца твоего теперь и матерь твою, и братьев твоих, все семейство отца твоего собери к себе в дом твой. И если кто-нибудь выйдет из дверей дома твоего, вон, того кровь на голове его, а мы свободны будем». И двадцатый стих. «Если же откроешь сие наше дело, то мы также свободны будем от клятвы твоей, которая для нас закрыла». Итак, у ней было три условия. То есть ее ожидание, это было не просто пассивное ожидание, не ожидание такое совершенно отстраненное. Она не жила обычной жизнью, она ожидала в действии, очень активно ожидала. Ее ожидание, друзья, оно из трех частей состояло. Первая часть, она должна была оставить знак. В общем-то, если бы мы с вами попали в то время, мы, наверное, бы все-таки немножко по-другому эту картину себе представляли. Итак, представьте, город, окруженный огромной стеной. Стена настолько широкая, что по ней могут проехать две колесницы, запряженные четверкой лошадей в параллель. Вот так вот могут ехать. И в этой стене находится жилье. То есть как подъезды такие, и по стенам поднимаются. Правда, у нас подъезд внутри стены идет, лестница внутри идет, а это по поверхности идет лестница. И там одна квартирка, вторая квартирка, третья. И по всей, всей стене находится жилье. Друзья, как говорит история, что это жилье самых низших слоев общества? Ну, во-первых, потому что она маленькая квартирка. Потому что, ну, сколько может быть метров? Ну, меньше, чем этот молитвенный дом, вот такой ширины жилье. Во-вторых, это стена. То есть, друзья, стена нужна для чего? Для обороны же, правильно, да? И если вдруг будет война, то получается, ты живешь в стене, которую будут долбить и так далее, и так далее. Конечно, друзья, это не место. Во-вторых, в-третьих, нет сада никакого, огорода, ничего нет. Ты живешь в стене. Она нагревается солнцем. Вот, друзья, это самое-самое такое жилье, которое, в общем-то, трущобы, да, так скажем, для бедного населения. Вот там жила эта женщина. Друзья, вы видели, вы видели в кварталах, где нет своих домов, огородов? Что вывешивают с окон обычно, как вы думаете? Белье. Сушить белье. Вот я уверен, друзья, что и там тоже с окон этого, вот этой стены были вывешены белье, которое сушилось. Поэтому, в общем, друзья, черленая веревка не была чем-то особенным. Она не то, что, вы знаете, вот стена и вдруг веревка такая висит, одна такая, знаете, нет, там было много чего. Была черленая веревка. Ну, я не про веревку сейчас хотел сказать. Я хотел сказать, что вам что, вот, нужен был некий знак. Этот знак был конкретно указан вот этими людьми. Вот именно такая должна быть веревка. Никакая иначе. Вот она такая должна быть. Друзья, если бы эта женщина проявила бы вольнодумство и посчитала бы другой знак за более лучший, например, более заметную веревку, или, например, более там того другого цвета, или вообще не веревку, а несколько веревок, еще что-то. Она, в общем-то, могла бы подумать о том, какой знак бы ей вывесить и как это сделать более правильно с ее точки зрения. Ну, почему я это говорю, друзья? Вот мы с вами тоже ожидаем. Наша вера, она переходит в стадию ожидания. Мы ожидаем небесного царства. Мы ожидаем плодов нашей повседневной веры. Мы ожидаем, друзья. Но это ожидание должно сопровождаться тем, что мы должны, может быть, кому-то не нравится это слово, слово должны, и тем не менее оно присутствует в Библии. Мы должны выполнить те знаки, которые Бог нам сказал. Например, он говорит, христианин должен быть вот такой, вот такой, вот такой, вот такой. Друзья, ожидающая вера, это вера, которая приводит в порядок вот эти знаки. Ну, например, вот она вывесила эту веревку. Друзья, как вы считаете, вот если бы вы были на этом месте, эта женщина, вы бы хотя бы раз в день проверяли бы эту веревку или нет? Ну, висит она там, не висит, например. А вдруг ее ветер затолкнул наверх, может такое быть или нет? Она поправила веревку. А вдруг что-то там еще. Друзья, в общем-то, она за этим знаком следила. Друзья, в нашей жизни сейчас очень большую популярность набирает такое мировоззрение, что никаких знаков вообще у христианина не может быть. Ну, мне сейчас на ум приходит один знак, я когда готовился уговорить, не говорить о нем, не знаю. Ну, вот, например, в Библии написано «знак перед ангелами». Это покрывало, да, население. Друзья, вот та же самая червленая веревка. Зачем червленая веревка? Почему червленая веревка? Почему она должна висеть? Это масса вопросов может быть. Почему вы не можете просто запомнить, где я живу, да? Неужели вам нужно знать? Потом, друзья, вот еще один вопрос. Вот когда люди ходили, вот жители Израиля ходили вокруг этого Иерихона семь дней, как вы думаете, стена же рухнула, да? Вся же стена рухнула? Кроме, ну, части, где жила эта Рав. Ну, явно, что она не рухнула. Но уже очевидно, так, да? Как вы считаете, вот эта часть, где жила Рав, не рухнула? Почему? Потому что люди, которые ходили, знали, что тут червленая веревка и меньше топали на этом месте, или что? Вот они идут, вот червленая веревка, и не топают на этом месте. И поэтому, когда все рухнуло, здесь не рухнуло. Почему эта часть не рухнула, как вы думаете? Ну, Бог сохранил. А зачем червленая веревка-то нужна была? А кому знак-то? Кому знак? Друзья, если бы была атака Лестницы представляют, стрелы стреляют Канабитными орудиями метают Если бы была атака, ну понятно, вот червеная веревка Сюда не трогайте, но ничего этого не было Просто люди ходили и стена рухнула И Бог оставил это Зачем нужна была червеная веревка? Соня, как думаешь? Друзья, ну поверь Я не знаю, до чего И мы можем догадываться Странно Вообще-то эти могли бы и юноши сказать так Вы знаешь, молись, крепись Бог тебя сохранит И все Я не хотел этот пример сильно приводить Про эту покрывало Неужели Бог не знает Вот знак для ангелов А неужели Бог не знает для своих Неужели он не знает? Знает или нет? А зачем тогда такая сынка нужна на голове? Вот зачем червеная веревка нужна? Мы не знаем, что Бог сказал То есть, друзья, для нас нужно определить Бог это сказал Или это вымысел человеческий? Если Бог сказал, значит надо Не знаем, для чего Друзья, ну косынка, это ладно Друзья, масса других вопросов В Священном Писании Очень много требований Бога По отношению к человеку Друзья, христианство Это Клайф Льюис сказал такую фразу Если вы хотите найти Очень удобную веру То вам не в христианство Христианство неудобная вера Она вера, ограничивающая нас Она вера, которая Которая человека Возможно где-то В какие-то Чиски укрепляет, друзья И так далее Ну помещает Иногда нам даже непонятно Почему так Иногда мы не можем объяснить А зачем так И почему так И почему именно так надо делать И Может быть это устарело Может время сменилось Еще что-то Друзья, никто никогда Мне не сможет объяснить Зачем нужна была Червеная веревка Но она была Зачем-то нужна Друзья, так и в нашей жизни Мы многое что не понимаем Но раз это Бог говорит Значит так надо поступать И Это знак Какой-то знак Друзья, мы не должны Переходить на Такое либеральное направление И оценивать Нужно это или нет Мы должны перейти на направление Сказано это в Библии или нет Если это сказано в Библии Значит это надо Если этого не сказано в Библии Значит этого не надо Еще раз, друзья Это мы себе отмечу еще раз Я хотел бы подчеркнуть внимательно Потому что Либеральное богословие Оно задает вопрос Надо ли это Или полезно ли это Или целесообразно ли это А ортодоксальное богословие Задает вопрос Сказано ли об этом в Библии Оно не задает вопрос Полезно, надо или целесообразно Оно говорит о том Есть в этом воля Божия Или нет в этом воля Божия Поэтому даже если Если мы определяем Что в этом есть воля Божия И это точно сказано. И однозначно мы понимаем правильно, что так сказано. Но мы не видим целесообразности, полезности и нужности. Все равно это надо делать, потому что это Бог сказал. Итак, друзья, вот этот знак, эта череленная веревка, абсолютно бесполезный, ненужный символ. Тем не менее, она его делала, и это было залог его спасения. Друзья, второе, и возвращаясь к этому, друзья, мы и детей должны приучить к этому. Есть Бог, который знает, как будет совершаться спасение, и Его Слово для нас должно быть очень весомым. Друзья, уже очень много времени, я еще два момента отмечу, друзья, коротко совсем. Второе, она должна была собрать народ к себе в маленькую комнатку. Друзья, отца своего, мать свою. Я не знаю, конечно, традиции того времени, но я не думаю, что блудница была гордостью своей семьи. И они с охотой шли к ней в гости и так далее. Можно представить, друзья, что они, наоборот, пытались дистанцироваться от нее и не хотели с ними ничего общего. И вот она идет в дом к своему отцу, к своей матери, к братьям, к сестрам и начинает их убеждать прийти к себе. Друзья, давайте мы представим эту картину. Итак, они неверующие. Они не знают, что будет взят эрихон, разрушена стена, они чего-то не знают. Она в это верит, но доказать этого она не может. Никаких символов нет, ничего нет. И вот она идет к своему отцу и говорит, «Папа, приходи ко мне, пожалуйста, завтра». И она не знает, главное, когда это случится. Это несколько дней. «Приходи ко мне и живи у меня». Давайте мы представим себе этот диалог. Он его спрашивает, «Зачем?». Она говорит, «Папа, ну вот наш город будет разрушен». Но вот каким образом вообще убедить его оставить свое жилье, идти к нему, тесниться там в этой маленькой комнатке, ему, матери, братьям, сестрам, женам, братьям, мужьям, сестерам, всему этому родству, там человек 40 понабил из эту комнатку, и они там несколько дней ждут. И вот она должна их еще и убедить, чтобы они остались. Друзья, я не знаю, как все это произошло, конечно, но это говорит о том, что второе качество ожидания или вероожидающих – это спасать других. То есть это других звать ко спасению. Друзья, опять-таки очень хорошо, если мы наших детей будем к этому побуждать. наши дети должны научиться свидетельствовать или рассказывать о спасении другим. Друзья, чтобы у них вера была крепкая, у наших детей была вера крепкая, они должны этой верой делиться с другими. Это закон такой. И эта женщина, Раах, она так и делала. Кстати, возможно, просто один из моментов, возможно, с кем-то из своих братьев она была в крупной ссоре, и чтобы он к ней пришел и поселился в ее комнате, ей сначала нужно было удалить эту ссору и привезти ее и так далее. Друзья, возможно, это не так просто было для нее, но тем не менее она сделала все, чтобы ее дом наполнился ее родственниками. Друзья, если мы будем понимать важность спасения, вот еще один маленький вопрос. Представьте себе, что у ней были с этим братом со своим какие-то разногласия и трудности. Друзья, она могла годами с ним спорить, судиться за наследство или еще что-нибудь, какие-то споры решать, но вдруг она поняла, что через несколько дней все погибнут. И, друзья, на фоне вот этого понятия, что все погибнут, вот все остальные проблемы стали настолько мелкими, что она всех их собрала в своем доме, понимая, что иначе они все погибнут. Друзья, в какой-то мере мы должны это внушить самим себе и нашим детям, что этот мир гибнущий, что нам должно быть их жалко, что нельзя упускать возможности спасения. Это не говорит о том, что мы должны их научить быть навязчивыми или сами были навязчивыми и все время говорили людям о том, что вам надо покаяться. Не об этом речь. Но переживание об этих людях, друзья, это естественное состояние человека ожидающего. Итак, друзья, последний раздел моей проповеди это ожидание веры или вера ожидающая. И первое, мы говорили о знаке, которые нам необходимо соблюдать. И второе, это о том, что ожидающая вера проявляется в спасении других людей. И самый последний момент, о котором я уже сказал в начале, третьего пункта, и просто в конце еще расскажу. Здесь написаны такие слова. Если ты кому-то расскажешь или откроешь, то наше клятва не имеет силы. Друзья, я имел в виду здесь вот какую мысль, что несмотря на все сомнения и трудности, ты должна твердо придерживаться нашего уговора. То есть это вопрос верности. Об этом мы говорили. Мы говорили о том, что у человека сомнения бывают, и возможно у ней были сомнения, возможно у ней было искушение пойти к царю во всем признаться и сказать, вот так и было, и поэтому надо ждать нападения. Возможно, она уже готова была изменить свое мнение, но тем не менее она твердо держалась и была верной. И, друзья, эта верность ее в обещании, которое она дала, было тоже условием ее спасения. У ней было три условия спасения. Знак, это ее родственники, и это ее верность. Друзья, заканчивая свою проповедь, и в конце я хотел сказать, вот в конце третьего пункта, цель этого пункта, это побудить нас учить наших детей терпению и верности. Друзья, заканчивая свою проповедь, я хотел напомнить то, о чем я сказал в самом начале, что Рааф, блудница, не погибла с неверными. И зарождение веры было отслышание, ее вера прошла испытание, и ее вера была терпеливой. Друзья, уверен в том, что если эта женщина была спасена и не погибла с неверными, то и наши дети, и наши родственники тоже могут пройти по этому же пути. У них может зародиться вера, если мы будем рассказывать. Эта вера будет испытана, и мы должны помочь пройти это испытание. Друзья, и эта вера должна быть ожидающая. И тогда в конце ожидания, друзья, и Рааф получила спасение, и мы увидим плоды спасения. Ну давайте мы сейчас помолимся о наших детях, о наших родственниках. Для этого мы встанем на наши ноги. Аминь. Спасибо. Спасибо.